В Твери река Волга пополнилось более чем 30 тысячами мальков-стерлиди, которая занесена в нашей области в Красную книгу. В естественную среду обитания рыбу выпустили руководитель Московско-Окского, территориального управления РОС, рыболовство и министр природных ресурсов Верхней Волжья и даже наш корреспондент. Мальки-стерлиди ждут выпуска во взрослую жизнь в двух специальных тестернах. Особи редкой рыбы были выведены на одном из частных хозяйств в рамках госзаказа. Из Нижнего Новгорода в Твери прибыло около 30 тысяч особей молодой стерлиди, искусственно выращенной. Теперь она будет жить в водах Великой Русской реки Волги. Зарабление рек Верхней Волжья происходит регулярно в разных районах области. На этот раз мероприятие было решено провести в историческом центре Твери, на набережной Степана Разина, чтобы привлечь внимание к акции горожан и молодежи. Участниками стали также представители Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области и руководитель Московско-Окского территориального управления Росрыболовства Андрей Яковлев. В этом году планируем выпустить больше 1 миллиона 100 тысяч в Тверской области. Уже выпущено порядка 900 тысяч, из них 850 практически это государственное задание. За последние 5 лет выпущено больше 20 миллионов, из них только стерлиди 6 миллионов. Сейчас Тверская область входит в тройку лидеров по выпуску стерлиди водоемы в зоне ответственности Московско-Окского территориального управления Росрыболовства. Кстати, эта рыба занесена в Красную книгу Тверской области. На сегодняшний день ее очень небольшое количество на самом деле в Волге. И чтобы восстановить популяцию, как раз необходимы такие мероприятия. В первую очередь для того, чтобы ее перевести из разряда редких уже в промысловые виды. Проделанная работа дает результаты. Ученые фиксируют увеличение запасов стерлиди в Волге. Еще одна редкая рыба — сазан. В этом году планируется выпустить в реки примерно 830 тысяч мальков. Акции проводятся несколько раз за сезон, как в Твери, так и в районах области. В рамках праздников и массовых мероприятий. Также активно поддерживается популяция таких видов, как толстолобик, черный амурщука и судак. Важность такой работы подчеркивает и глава региона. Очень важно, что сегодня федеральные структуры, региональные власти работают совместно в возрождении традиций, возобновление водных биологических ресурсов. Зарабление своего рода возмещения нанесенного ущерба водным биологическим ресурсам и среди их обитания при осуществлении хозяйственной деятельности, а также строительство и проведение всевозможных дноуглубительных работ. Продолжение следует...